Вероника, давай, 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 вперёд! И вот мы пытаемся в наших программах легко, доступным словом объяснить для болельщиков, для зрителей, что этот вид спорта из себя представляет, чтобы тот человек, который впервые смотрит тот же биатлон, лыжные гонки, смогли запросто вникнуть в суть соревнований, собственно, в их правила и уже болеть так же, как и все другие красноярцы и жители России. Предстоящие состязания — это событие, которое вышло далеко за рамки профессионального спорта и оказало влияние на всю инфраструктуру города. Чтобы показать все перемены, которые произошли в Красноярске, в наших новостях появилась специальная рубрика «Универсиада на Енисеи». Корреспонденты в подробностях рассказывают о спортивных и не только объектах студенческих игр. Многие из них реконструировались к студенческим играм, многие отстраивались заново. Вот как раз о них, о модернизации, о техническом оснащении, о благоустройстве, обо всем том, что уже в ближайшее время увидят гости, участники, ну, конечно, горожане. Мы обязательно расскажем во всех подробностях, так что присоединяйтесь к нам в 20.30 ежедневно. Это плед, да? Вы такой какой-то классный. Или это вообще палатка? Сейчас я палатку поставлю. Плед символикой «Универсиады» разыграли в эфире «Утро на Енисеи». Его получила семиклассница, которая ответила на вопрос ведущих, когда стало известно, что игры пройдут в Красноярске. Заданий, связанных со студенческими играми, в утренней программе приготовлено еще много, призов тоже. Но прежде чем блеснуть эрудиции, придется обогнать всех, кто пытается дозвониться в прямой эфир. Вообще, мы как ведущие очень удивлены, потому что к нам и так в розыгрыше звонит много людей. А здесь, когда мы проводим универсиады на Енисеи, звонков еще больше, потому что мы еще не успеваем задать вопрос. Мы только-только, как говорится, анонсируем конкурс, а у нас уже в аппаратный телефон разрывается, уже режиссер принимает звонки. Среди призов разнообразные сувениры, теплые шапки, варежки, чехлы для телефонов и, конечно, знаменитая Юлайка. Розыгрыши будут идти в утренние Енисеи каждый день вплоть до 12 марта. Когда начнутся сами состязания, то вопросы будут связаны именно с ними. А пока задания посвящены богатой истории студенческих игр. Вот такую футболку с логотипом универсиады или, например, термокружку сможет получить зритель, который знает, кто был главным конкурентом Красноярска за право проведения студенческих игр или какая страна мира принимала их у себя большее число раз. Со 2 по 12 марта в эфире канала Енисей можно будет увидеть трансляции ключевых матчей и, конечно, церемонии открытия и закрытия универсиады. Мария Антюшева, Денис Тимошенко, Енисей. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова